МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда в это время в эфире телеканала ТНТ Армавир информационная программа Твои новости. В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. На очередном сходе граждан жители поселка Маяк пожаловались на то, что к ним после пяти вечера не ходят маршрутки. В Армавире состоялась традиционная встреча главы города с представителями Совета ветеранов. Какие вопросы обсуждали, узнала Юлия Чернышева. Дожди и понижение температуры спрогнозировали синоптики в ближайшие дни в Армавире. Основные проблемы поселка Маяк будут вскоре решены. Об этом говорил глава Армавира Андрей Харченко на очередной встрече с жителями. Она проходила в местном сельском клубе. Подробнее в нашем сюжете. Один из важных вопросов волнующих жителей поселка – транспортное обеспечение. Последний автобус выезжает к ним из Армавира в 17 часов. И если на него не успеть, приходится вызывать такси. Селяне просят продлить время работы маршрута, ведь дела могут задержать их в центре города и после пяти вечера. Городоначальник сообщил, что если действительно существует такая потребность, транспортная компания увеличит количество рейсов. «Я прошу квартальную. Я вижу, что она у вас пользуется авторитетом. Она молодец, старается. Мы ее будем поддерживать. Она сделает опрос. Вы скажете, что на 18 получается, будет кто будет ездить. Она передаст обращение на главу. Как мы сделали по-южному? Мы сядем, соберемся, пригласим перевозчика. Если вы ей доверяете, мы ее пригласим. И, соответственно, примем решение, она вам потом доведет. Только надо, чтобы было, кто ездил. Если действительно есть такая потребность, мы будем вопрос решать». Водоснабжение поселка Маяк также входит в число приоритетных вопросов. Сейчас вода местным жителям поступает из близлежащих скважин, но ее качество оставляет желать лучшего, так как объекты технически устарели. Поэтому питьевую воду в поселок регулярно подвозят в специальных бочках. Город не в силах самостоятельно решить проблему. Поэтому работы здесь будут проводиться поэтапно, с привлечением финансирования из края. «На следующий год мы для себя берем обязательство изготовления проекта, будет заниматься начальник управления ЖКХ, может быть, я ему даю поручение. Или с возможностью новых скважин или привязаться, я бы привязывался к старым скважинам, только системой очистки. Предсажите, соответственно, будем иметь проект, без проекта мы не можем обращаться к нашему руководителю. Будем иметь проект, техническое решение, тогда будем понимать, сколько надо денег». На встречу также обсудили варианты обеспечения поселка сетями интернет и возможность строительства спортивной площадки. После глава Армавира провел прием граждан по личным вопросам. Марина Бартенева, Дмитрий Живетьев, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Глава Армавира встретился с ветеранами города. На мероприятии обсудили насущные проблемы повседневности и ответили на вопросы горожан. Представители власти обещали достижения муниципалитета развивать, а недочеты в работе устранять в кратчайшие сроки. Тему продолжит Юлия Чернышева. В начале встречи членам Совета ветеранов города отметили о значимости предстоящего политического события 10 сентября выборы депутатов в законодательного собрания Краснодарского края. Важно прийти и проголосовать. В выборном списке 70 кандидатов, 35 из которых одномандатники, 35 представители политических партий. В свою очередь глава Армавира Андрей Харченко рассказал о приоритетах муниципалитета и задачах на ближайший год, среди которых развитие и поддержка промышленности, сферы здравоохранения, спорта и культуры. На встрече с ветеранами было отмечено, что в рамках программы по благоустройству на реконструкцию дворовых и общественных территорий в Армавире будет потрачено около 179 миллионов рублей. От жителей требуется лишь отправить в управление ЖКХ города официальный документ с изложением проблемы, которую необходимо устранить в их дворе. Перемены к лучшему грядут в городских парках и скверах. Планируется облагородить Тихий сквер, сквер на улице Роза Люксембург, в сторону микрорайона Кирпичный сквер по улице Кирова. На благоустройство парка культуры и отдыха будет потрачено около 30 миллионов рублей. Перед управлением жилищно-коммунального хозяйства стоит задача по разработке программы на ближайшие пять лет. Что касается ремонта дорог, то в этом году на это будет выделено около 170 миллионов рублей. Дополнительные 15 миллионов пойдут на реконструкцию гравийных дорог в частном секторе города. Что касается дворовых территорий, мы объявили конкурс, провели ранжирование и люди, которые по заявкам обратились, это большое участие приняли наши председатели ТОС, квартальные комитеты, старшие по домам, сделали заявки. Мы, проведя ранжирование, поняли, что у нас поступило больше 160 заявок, больше 160. Но мы когда ранжирование провели, поняли и посчитали, сколько же это будет, какая же это будет сумма сегодня, мы понимаем, что где-то в программу пойдет порядка 80 домов. Какими критериями, какие критерии были сегодня для того, чтобы получить максимальное количество баллов для того, чтобы участвовать в программе. Первый критерий, это, понятно, срок эксплуатации квартирного дома. Вторым критерием являлось это участие жителей в общем собрании. То есть, если жители провели общее собрание и участвовали в этом общем собрании, более 96% также принимался максимальный балл. Наверное, со следующего года немножко будут изменены критерии, это будут, наверное, финансовое участие какое-то, может быть, это будет полпроцента, может быть, это 2% от стоимости работы. То есть, люди будут принимать и такое финансовое участие. Для чего это делается? Для того, чтобы жители понимали, что сегодня это не только деньги, которые упали с федерации, с муниципалитета, из края. Это сегодня и вложены их какие-то средства, которые позволят в дальнейшем сохранить то, что было сделано. Вторая половина встречи была отведена на вопросы присутствующих ветеранов, интересовали проблемы ЖКХ и благоустройство городских территорий. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. 30-летний Армавирец Артем Гусейнов проведет за решеткой полгода за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф – около 200 тысяч рублей. Произошло ЧП еще в конце апреля. Тогда нетрезвый Армавирец требовал пропустить его на территорию военного городка спецотряда «Вятич». Военным на КПП он пригрозил несуществующей бомбой в пакете. «Появляются очередные шутники, которые желают то пошутить, сообщив о минировании школы, то о минировании многоквартирного дома. Все такие шутники в обязательном случае находятся, их местонахождение устанавливается, все привлекаются к уголовной ответственности и все последние преступники получили реальное лишение свободы. Кроме того, параллельно всегда прокуратура инициирует иск и с виновных взыскивается в судебном порядке тот ущерб, который понесли органы правопорядка, проверяя сообщения, ложное сообщение об акте терроризма. И такая работа нами будет помогать». В Новокубанском районе вручили ключи от квартир девяти детям-сиротам, которые в силу жизненных обстоятельств остались без родителей. Ребята получили просторные квартиры под ключ, каждая из которых по 37 квадратных метров. В них уже сделан необходимый ремонт, установлена сантехника, отопительные котлы и газовые плиты. С новоселами встретился Роман Габарец. Дом расположен в центре Новокубанска. В непосредственной близости находятся детский сад, магазины, остановочный павильон. Одним словом, созданы все необходимые условия для комфортной жизни. Для девяти новокубанских юношей и девушек начался новый этап в жизни и связанные с ним приятные хлопоты. Конечно же, еще нам много-много предстоит строить жилья для того, чтобы все ребята, все молодые люди, которые остались в связи с различными жизненными ситуациями без попечения родителей, получили жилье. Почти 10,5 миллионов рублей направлено на приобретение девяти квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства выделены Министерством труда и социального развития Краснодарского края. От всей души поздравляю вас с обретением жилья. Надеюсь, что в стенах ваших квартир всегда будет детский смех, тепло, уютно и всегда будет счастье. Этого события новоселы ждали не один год и поэтому не скрывали своей радости. Они понимают, что в их ситуации иметь собственное жилье значит начать самостоятельную и счастливую жизнь. Братья Станислав и Владислав Кротовы – студенты Прощнокопского аграрного техникума. Свою жизнь они решили связать с одним из лучших сельскохозяйственных регионов Кубани. В Новокубанском районе мы учимся в техникуме. Теперь мы можем жить, работать, расти детей. И мы точно останемся жить в Новокубанском районе. Отдельную благодарность я хочу сказать своей приемной маме Чапариной Елене Владимировне за то, что она нас воспитала. Ключи от квартир новоселам вручили руководители района и города. А самым волнительным и долгожданным моментом праздника стало разрезание красной ленточки. Друзья, давайте аплодисментами поддержим. Замечательное событие в жизни наших новоселов и нашего города. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. День знаний в Армавире может вновь пройти под шум дождя. При этом в предыдущую ночь ожидается ливень. Неутешительный прогноз на 1 сентября дают синоптики. Они уточняют, что осадки вероятны во второй половине дня. Вся следующая учебная рабочая неделя ожидается по большей степени солнечной. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 27. Свеже будет армавирскими ночами, не выше 15 градусов тепла. Впрочем, вскоре такая же температура воздуха ожидает наш город и днем. По прогнозам Краевого гидрометеоцентра похолодает и сразу на 10 градусов в Армавире в середине сентября. Столбик термометра будет держаться на отметке в 17.20 выше нуля в светлое время суток. Все на субботник. В сентябре Армавир отметит свой 178 день рождения. Ежегодно, готовясь к празднику, в Армавире уже стала доброй традицией проводить генеральную уборку. Горожане, трудовые коллективы, начиная от небольших организаций и заканчивая крупными заводами, выходят на улицы, чтобы сделать город чище и уютнее. Напомню, в этом году Армавир отметит день рождения 16 сентября. Местных жителей ожидает немало подарков. Уважаемые жители, в преддверии дня города, нашего праздника, который у нас традиционно происходит в середине сентября, просим вас принять активное участие по проведению благоустройства и наведению санитарного порядка в городе. Просим принять участие в субботнике, произвести уборку территорий, закрепленных за жителями и перед частными многоквартирными домами, произвести побелку деревьев, навести санитарный порядок. Если вы любите город, пожалуйста, откликнитесь и выйдите на субботу. Это была последняя информация выпуска. Далее традиционный метеопрогноз. В студии была Марина Юрченко. До скорой встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик.